Приветствую любителей Москвы! Вы смотрите передачу Москва-Железнодорожная, которая выходит два раза в месяц, каждый первый и третий четверг. Ну и сегодня третий четверг ноября, ну и передача на своем месте. Значит, две главные новости Московской железной дороги сначала. Это, соответственно, то, что у нас открылся за прошедшие две недели, в начале ноября, новый транспортно-пересадочный узел. Ну а, если быть точнее, новый вестибюль, соответственно, станции окружная, МЦД-1 диаметра первого. То есть теперь можно уже удобно перейти наконец-то на метро, то есть не ходить через гостиничный проезд, несколько сотен метров, переходить в станционную улицу и так далее, а уже перейти, так сказать, вот в сухом помещении, да, через всякие переходы, конкорса там, да, вестибюли. И в итоге вот выйти, допустим, с железнодорожной платформы окружная с Овеловского направления и дальше непосредственно на метро, да, на МЦД, то есть тоже, соответственно, платформа окружная центрального кольца. Ну и так далее, да. То есть получается, что это вот вестибюль, вот, соответственно, это северный вестибюль, вот, он, южный-то и до этого был, но вот теперь северный вестибюль появился у метро, ну и он соединил, вот, в итоге был построен, он соединяет, как бы, так сказать, и метро окружная, да, и платформа окружная с Овеловского направления и МЦК. Вот так. Ну и, соответственно, автобусы, это все понятно. Так что это вот такое большое событие, долго его многие ждали, несколько лет, как говорится, там работы шли, все было раскопано, огорожено, ну вот, наконец-то все-таки его открыли. Ну, там все поэтапно делали, естественно, сначала один вестибюль, вот, новую платформу перенесли, как вы знаете, окружная, сделали на новом месте, фактически, так сказать, там, на насыпи, на высокой, за это Савеловского направления. Ну, а потом уже, соответственно, началось вот сгенение уже вот этого второго северного вестибюля, были выдлинены даже несколько платформы, ну и вот все там делали-делали, в итоге все-таки сделали. Ну и сейчас пока, ибо, так сказать, пропускная способность, примерно, 40 тысяч человек в день, ну, в общем-то, в ближайшие годы предполагается, что это количество людей, людей, которые будут через него проходить, удвоится, вот, то есть будет около 80 тысяч проходить. Вот, это вот такая вот, наверное, главная новость за прошедшие две недели. Ну, и еще также 5 ноября, вот, ночью 4 на 5, также новый мост построили, Николаевский мост, он теперь называется, над путями Ярославского и Ленинградского направлений. Ну, вы знаете, сейчас потихоньку строятся, да, идут работы по прокладке третьего диаметра, вот, и вот эти, самый такой, в общем-то, важный узел, он будет проходить через Медьковскую соединительную ветку, как раз в районе трех вокзалов Ленинградского, Краснодарского, Казанского. И вот там, значит, через бывшую там промзону Медькова, это грузовую станцию Медькова, которая теперь постепенно, очевидно, будет дальше пассажирской станции, и здесь вот уже, наверное, можем мы увидеть как раз, да, этот момент. Вот. Ну, здесь как-то пока... Так, вот она, да, Медькова, да, совершенно видно. Вот Николаевка будет станция предполагать, то есть будет Рижская, да, ну, то есть как будет идти, там, Петровско-Зумовская-Останкино, потом будет Калибровская платформа новую создать, Междуостанкино и Рижскому. Сейчас ее нету, Калибровская. Вот это там, где Мурманский проезд. Вот, дальше Рижская, а потом будет Николаевка, соединительные вот эти части, которые через центр проходят, ну, рядом с вокзалами, вот Николаевка и Медькова. Вот две новые платформы будут. Ну, дальше уже электрозаводская, там, сортировочная, новые, это все понятно, это уже, как говорится, они и сейчас есть. Ну, их, очевидно, реконструируют, но они останутся. Вот, и там сейчас вот построили новый мост как раз, да, в рамках вот этого реализации проекта третьего диаметра. Значит, построили новый железнодорожный мост, двухпутный. Вот, и, значит, вот как раз для пропуска поездов по будущей, третьему диаметру как раз на Медьковскую ветку. Вот это будет, потому что там, ну, они, в принципе, понятны сейчас, по Медьковской ветке можно проехать с ленинградского направления, там, да, и так и делают транзитные поезда, да, потом, соответственно, по мосту, все. Но это, как говорится, все-таки еще старый мост, и он, естественно, как-то не учитывает то, что будет диаметр, там, естественно, все не предусмотрено для этого, для такой работы. Вот, поэтому, соответственно, чтобы как-то ускорить движение, действительно создать полноценный диаметр, вот для этого потребовалось построить новый мост. Вот, это вот еще важно, да. Ну, кроме того, также ведутся работы довольно много, там строится новая станция Петровско-Зумовская, тоже на Совеловском управлении, вот я его показывал уже, ну, в принципе, там практически все уже сделано, очевидно. Не знаю, в этом году успеет открыть или нет, но в следующем уж точно должны открыть. Вот она, да, видите, между Темирязевской и Окружная. Сама Темирязевская реконструируется, строится фактически заново с нуля, да, ну, рядом с той, которая была конкретно. Там процесс, ну, тоже, наверное, в следующем году откроет. Вот, ну, вот Окружная как раз, я только что сказал новость, да, что вот там новую вестибюль построили, так что там теперь этот пересадочный узел полностью уже работает. Ну, все, фактически уже все сделали в полноценном режиме. По-моему, там уже никаких работ не осталось. Ну, кроме того, также идут работы на Леонозове, но они там недавно начались, то есть там реконструкция тоже проходит платформы, поэтому вот тоже такие вот работы проводятся. Ну, соответственно, Элимская, вот эта платформа Элимская, вот она, да, ну, тут пока ее еще строить не начали. Ну, вот. И также на Беговой идут работы, но это уже в рамках четвертого диаметра. Вот, это не первого, это уже четвертого. На Беговой, вот, то есть там идут фактически тоже полная реконструкция платформ, строительство конкорса, ну, то есть все будет фактически заново, вся инфраструктура строится, так что это самое. Вот это вот и Тестовское уже во многом сделали, но теперь на Беговой перешли, то есть там тоже идут работы. Также между Савеловскими и Ларусскими вокзалами, ну, там уже давние работы, и они продолжаются уже больше года, там строятся новые пути. Там фактически был один путь, сейчас строится второй путь. Ну, естественно, все это очень сложно, поскольку фактически центр города, тяжело, там застройка плотная, поэтому там, конечно, прям буквально каждый сантиметр дается с большим трудом, чтобы как-то все это сделать. Так что такие вот работы. Ну, что касается других мест, там, в принципе, в Марьино Рощи еще тоже активно строится, она будет общая станция для двух диаметров, второго и четвертого. Ну, это на Алексейской соединительной ветке она строится. Так что там тоже идут довольно большие работы, но они еще пока процессы, но в третьем году, скорее всего, тоже эту станцию откроют, в 23-м году Марьино Рощи. Это новая будет совершенно платформа железнодорожная, ее раньше никогда не было. Ну, вот, пожалуй, наверное, да, но еще и строится вот это на эстакаде тоже, на соединительной эстакаде, в рамках четвертого диаметра, между киевским и белорусским направлениями. Вот это вот эстакады между киевским и белорусским. В общем, так, здесь она, вот она, видите, значит, это Кутузовская, деловой центр. Ну, Ермакова Роща переименовали, Звенигородская, в общем, будет платформа. Ну, в общем, вот это вот тоже там продолжает строительство, там уже, конечно, тоже много сделано, но еще платформу во все делают. Поклонная там, вот платформа, да, и дальше Кутузовская, вот, Звенигородская, то есть будет там тоже несколько платформ. Вот там тоже идут работы. Ну, вот, пожалуй, наверное, такие самые главные сейчас точки на железнодорожных направлениях, где идут такие довольно активные работы. Ну, в остальных местах так, по мелочам какие-то, может быть, выполняются, но все-таки где-то что-то такое, там контактная сеть, там балласт подсыпают, но это все-таки такие уже мелкие работы, а крупные вот в основном вот эти. Ну, и Белорусский вокзал, конечно, тоже, знаете, да, там строятся совершенно новые платформы, вот. Ну, как считают, что они перестраиваются, но, по сути, они строятся заново, вот. То есть одни полностью разрушили, я это показывал, да, ну, и сейчас строятся фактически новые, пятые, шестые платформы, те, которые прям туда уже ближе к беговому району, там, где вот нижние улицы проходят, жилые дома, где находятся, короче говоря. Не со стороны площади, а вот с другой стороны. Вот. Ну, вот такая. Также еще хотелось бы сказать, что станции от будущего четвертого диаметра, Апрельевка и Железнодорожная, они будут переведены на цифровую систему управления движением. То есть это та, которая сейчас есть на МЦК. На МЦК. Вот будет еще такая система вот на четвертом диаметре. То есть, чтобы были маленькие интервалы, это будет бессветофорное движение, и, соответственно, ну, скажем так, все будет в таком автоматическом, во многом, в техническом режиме. Конечно, за ней будут присматривать, за этой системой, но все-таки она будет достаточно и автономная. Ее создали на базе микропроцессора Elbrus. Вот. И сейчас вот работы уже завершены на платформах Крекшина, также Толстопальцево, это киевское направление. То есть будут обкатывать на вот киевском направлении вот эту систему. Сейчас уже работы завершены вот на двух этих платформах, Крекшина и Толстопальцево. Ну, и также еще и на Горьковском направлении, потому что с киевского на Горьковское будет. Также там Москва-Курская, Карачарова. Вот. Москва, то есть вот от вокзала и дальше до Карачарова. Ну, это, который Нижегородской переименовали. Вот. Значит, и эти системы, они такие, конечно, более надежные и довольно простые в эксплуатации. И, самое главное, они такие, в общем, достаточно, в общем-то, ну, скажем так, позволяют как раз, да, в общем-то. Они довольно надежные, довольно прочные. И, в общем-то, они способны самодиагностироваться, информировать обо всех там каких-то недостатках, да, каких-то проблемах, которые могут возникнуть в задержке, чтобы не было задержек поездов и так далее. То есть вот это все. Ну, и, в общем, в итоге до конца этого года хотят перевести еще на цифру также станцию Москва-Сортировочная, Киевская тоже там же. Ну, а там же Минская, да, платформа рядышком. Ну, она входит как бы в состав этой вот Москва-Сортировочной, Киевской. Ну, а уже в следующем году, в 23-м, там по плану, по плану, опять же, да, должны перейти еще 6 станций платформы Киевского направления, тоже на эту цифровую систему. Ну, это, собственно, Киевский вокзал, также станция Очакова, станция Солнечная, станция Внуково, станция Лесной городок и станция Апрелевка. Это все Киевское направление. Ну, вот такие новости. Что касается платформы железнодорожной, да, Волоколамская, которую сегодня вот я показывал, то, соответственно, вот так это выглядит платформа с высоты птичьего полета, да, то есть находится она в районе Митина. Ну, по карте, если посмотреть, да, то есть вот она, эта платформа Волоколамская. Как видите, она совсем находится недалеко от МКАДа, от кольцевой дороги, меньше километра буквально, вот, платформа, вот МКАД. И рядышком проходит, видите, вот Волоколамское шоссе. Вот, то есть платформа за пределами МКАД, район Митина. Это вот ландшафтный парк, о котором я как раз говорил, вот, Митин. Видите, какой он большой. Вот тут же метро Волоколамское. И вот прям совсем маленький рядышком проходит, буквально там 2-3 минут пешком. Вот, тут же Москва-река протекает, тут метро Микинина. Ну, а здесь уже город Красногорск. Вот это, я говорил, Павшинская пойма Москвы-реки. Здесь вот уже такой большой человейник. Это вот некогда дачный поселок Павшина. Ну, а теперь вот микрорайон Павшинская пойма в составе города Красногорск. То есть здесь фактически рядышком проходит и по другую сторону Волоколамского шоссе граница Москвы и Московской области. Вот, платформа была открыта в 2019 году, как я уже тоже сказал. Пока она одна. Островная платформа, ну, в будущем когда-то там. Ну, это, наверное, будет довольно не скоро еще, потому что это довольно сложно. Конечно, затратно. Проложить третий-четвертый пути. Когда проложат третий-четвертый пути, то построят еще одну, соответственно, островную тоже платформу. Ну, Конкорс там, соответственно, тоже будет спуск на эти платформы. Ну, в общем, там удлинят его, очевидно. Ну, короче, это все будет когда-то потом. Пока этого нет. Вот. Ну, вот. Так вот она выглядит, да, со стороны. То есть, вот, как видите, рядышком совсем проходит Волоколамское шоссе. Тут же проходит и Москва-река протекает. Там чуть подальше Микинина. И туда дальше уже, да. Это Павшинская пойма. И Красногорск, соответственно. Ну, и там сзади кольцевая дорога. Ну, а здесь вот с этой стороны, видите, Волоколамка. А здесь все в окружении вот этого ландшафтного парка Митино находится. То есть, он вот тут со всех сторон подступает к железной дороге. Окружает буквально и саму станцию. Ну, и окрестности тоже. Видите, он достаточно большой. Видите, одна платформа. Видите, это навес на всю длину Конкорста. Здесь идет вход со стороны метро. Прямо сюда, да. В этот зал кассово-турникетный идет проход. Дальше проходим по коридору. Подниматься на эскалаторе сюда. По мосту. Вот. Крытому. И дальше пойдет, опять же, по эскалатору. Спуск уже вот сюда на эту платформу. Видите, а странную. То есть, двое путей, да. С одной и с другой стороны туда, в сторону области. Туда, соответственно, в сторону вокзала Рижского. Ну, и, опять же, отклонения. То есть, некоторые поезда едут через соединительную ветку. Дальше туда уже на Курское направление. Вот. Это же МЦД, да. Курско-Рижский диаметр. Ну, в общем, вот такая вот платформа. Тоже она московская. Да, напомню, это вот именно район Митина, северо-западный округ Москвы. Всё. Вот то, наверное, в целом хотелось бы сказать. Ну, в общем-то, конечно, на ролл здесь довольно много бывает. Платформа очень стандартная, очень усредненная, без своего лица совершенно. Вот, если бы, конечно, ещё вот этот немножко помогает парк, как-то чуть-чуть хоть как-то вот продыхнуть. И то, что нет заборов, слава богу, вот ни с той, ни с другой. Ну, по крайней мере, пока нет. Я думаю, их ещё установят, но пока и, слава богу, нет. Вот. Так что, вот в этом смысле ещё как-то, какой-то хоть воздух всё-таки здесь есть. Ну, а так, конечно, довольно много народу. Некомфортно, конечно, неуютно. В целом, такая, в общем-то... Какие достопримечательности. Ну, кроме, конечно, если парк не воспринимать как достопримечательности. Ну, то здесь, так сказать, тоже нету. Вот. Ну, в целом, неплохие пейзажи, но со стороны платформы здесь, вот, если бы Москварика прям бы подходила, то было бы, конечно, красивше. А поскольку подходит Волоколамка, ну, смотреть на машину, конечно, мало удовольствия. А туда вот, там практически её не видно. Так, с воздуха-то вот, кажется, как будто вот она рядом. Ну, да, рядом. А с платформой её практически не видно. Там она где-то далеко немножко. Чуть-чуть мелькает, но сложно увидеть. Ну, вот эта вот пар, конечно, её куда получше видно, конечно, напрямую. Всё, до новых встреч.